В этот раз участники клуба «Активное долголетие» посетили храм благоверных князей Петра и Февронии в Подресково. Людям золотого возраста рассказали о том, как возникла церковь и какие здесь хранятся иконы. Он уже за 10 лет, конечно, как мы говорим, намоленный. Люди, которые сюда приходят, люди, которые здесь обращаются к Богу, они создают ту самую атмосферу, которую мы называем благодатной. Назвать храм в честь Петра и Февронии Муромских – инициатива местных прихожан. Если посмотреть на воскресные службы, очень много у нас здесь именно семей с маленькими детьми. Они приходят и приобщаются к православию, детей приобщают к православию. Это очень важно. Жительница Подресково Вера Потапова, несмотря на то, что этот храм посещает регулярно, на экскурсии открыла для себя много нового. Новое, даже вот узнали, есть иконы, которые наши подресковские девочки нарисовали. Вот первый раз даже узнали и посмотрели. Да, очень красивые. Храм – это место силы, наполненное благодатью. Здесь человек встречается с Богом. Священное пространство дарит особую энергию. Делятся долголеты. Мне нравится здесь. Здесь как-то отдыхаешь физически и так морально. Активное долголетие – это программа губернатора Московской области Андрея Воробьева, которая реализуется с 2019 года. Для людей старшего возраста проводят спортивные, творческие и образовательные встречи. Были недавно в Патриоте. Очень понравилось нам храм там. Там же большой, двухэтажный же этот храм. Потом ездили в Марфино. Мы тоже очень красивый храм там. Ездим, посещаем. Такие события позволяют долголетам найти занятия по душе. Люди золотого возраста проводят свое свободное время интересно и, главное, с пользой. Так, в Химках с наступлением летнего сезона для участников активного долголетия уже провели более ста мероприятий на открытом воздухе. Это занятия по скандинавской ходьбе, йоге, танцам. Энергию долголеты черпают даже из традиционной зарядки. Ведь что может быть лучше физических активностей в солнечную погоду и в кругу единомышленников? Присели, пятки подняли, опустили и выросли. Ежедневно для людей старшего возраста проводят и развлекательные мероприятия. Программа событий всегда насыщена. Это экскурсии, концерты и различные мастер-классы. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.